Девушки отдыхают Чтобы, во-первых, им завладеть Во-вторых, подчинить И, в-третьих, использовать Это непростая задача, но мы с ней справимся Так же, как справились с другими, не менее серьезными и масштабными задачами Сегодня центральная газета «Фолькешер-Биобахтер» вышла сообщением «Сталинград пал» По приказу фюрера изготовлена юбилейная медаль за взятие Сталинграда Которой будут награждены участники штурма Что касается Ленинграда, Ленинграду рассчитывать не на что Кольцо блокады не разорвать никому Ленинграду суждено погибнуть от голода Кольцо блокады не разорвать Кольцо блокады не разорвать КОНЕЦ КОНЕЦ По распоряжению Сталина в Ленинграде казанскую икону Божьей Матери вынесли из Владимирского собора и на самолете обнесли вокруг города. Решением Сталина война была названа народной, отечественной, священной. Были учреждены воинские награды имени святых князей Александра Невского, Дмитрия Донского, Великих русских полководцев Александра Суворова, Михаила Кутузова, Павла Нахимова, Федора Ушакова. Казанскую икону перевезли в Сталинград, где перед ней шла непрестанная служба. Молебны о даровании мужества и стойкости русскому воинству. В будущей Великой Битве. 28 июля Сталин отправил в Сталинград приказ «Ни шагу назад». Для решающего удара фон Паулюс вызвал передовые силы Люфтваффе. Сделав 2000 вылетов, самолеты сбросили на город весь запас бомб. Их цель была полностью уничтожить гражданское население города и показать тщетность сопротивления. Битва за Сталинград будет происходить в мире руин. В июле у Паулюса было 38 дивизий. В сентябре уже в 80. Затем он получил дополнительные резервы и 5 дивизий «Пантер». Из письма Паулю Озоне Шайна, рядового 3-й роты 12-й пехотной дивизии, своему другу Эрнсту Мартсдорфу. Африканский корпус генерала Роммеля. Дорогой Эрнст, привет тебе с берегов Волги, великой реки в центре России. Русские цепляются за каждый клочок. Но Паулюс собрал военную машину, которую не остановить ни на этом, ни на том свете. Это грандиозно, когда на твоих глазах вершится история. Сталин Жукову Прибыть в Сталинград и совместно с генералами Василевским, Ватутиным, Рокоссовским, Еременко, маршалом Вороновым, политическим советником Хрущевым, приступить к операции «Уран». Жуков ждал боеприпаса и новую технику из Сибири и Урала. Новые самолеты, пушки, танки Т-34, «Катюши». За Уральским хребтом день и ночь работала мощная экономическая империя, созданная практически на пустом месте. Работали в основном женщины и дети. Часто работа требовала мастерства и силы больше, чем обладали дети. Но они находили в себе эти силы. Гады, нет пощады и нет спасения гадов. Среди сливы, гуля, молодец, мечи. Мы врага спасили, враги вас. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Дорогой Пауль, очень мило, что ты прислал сувенир из фронта. Русскую гжель и серебро. Маме очень понравилось. Я вспоминаю наши прогулки в парке Амалиенау и жду встречи. Во всей стране женщины сдавали последнее, что у них было. Драгоценности и украшения. Фамильные, не подаренные любимыми. Словно перенесенных страданий и жертв было недостаточно. Отдавали кровь. Отдавали даже обручальные кольца, соединяющие их с мужьями, с которыми они, возможно, уже никогда не увидятся. На них покупались танки, пушки, военные самолеты. Общая боль сплотила людей, и люди вставали в очередь, чтобы отдать последнее, заработанное кровью и потом. Вольфшанце. Ставка фюрера. В этот день в Ставке был праздник. Фюреру преподнесли подарок торт в виде Каспийского моря. Когда отрезали кусок, олицетворяющий Баку, фюрер посмотрел на Паулюса и сказал, «Я хочу, чтобы вы преподнесли мне на блюдце Сталинград». Так же, как Манштейн подарил Севастополь. Академический Малый Театр сделал подарок фронту. Заработанные средства построил эскадрилью истребителей. Русская Православная Церковь собрала средства на танковую колонну. Ее назвали именем князя Дмитрия Донского. Патриарх Сергий приехал благословить и отправить в бой. Мария Октябрьская, после гибели мужа, офицера Красной Армии, продала дом, все имущество и купила танк. Она стала первой женщиной-танкистом и погибла в танке, как воин. Разве могла такая самоотверженность остаться без ответа? Продолжение следует... Академический Малый Театр! Митрополит Московский Сергий в ночь на 2 февраля 43 года, пересилив свой недуг, попросил келейника помочь ему встать с постели. Став, он с трудом положил три поклона, высылая благодарение Богу и сказал, Господь воинский, сильный в брани, низложил восстающих на нас, да благословит Господь людей своих миром. Будем надеяться, что суд Божий перейдет в милость. Святой Серафим Вырицкий, по примеру преподобного Серафима Саровского, стоя днем и ночью на коленях на камне, молился о спасении России. С первых дней войны отец Серафим твердо говорил, что Господь дарует русскому народу победу, если тот укрепится в вере своих отцов. Разрушая Сталинград, Паулис хотел не просто овладеть городом, он хотел сломить волю Сталинграда к борьбе. И эта цель полностью провалилась. Генерал Йодельт скажет фюреру, еще вчера здесь ничего не было, и вдруг был нанесен удар сокрушительной силы. Три советских фронта, армии 21-я, 24-я, 51-я, 57-я, 62-я, 64-я, 65-я, 66-я, 1-я гвардейская, 2-я, 8-я, 16-я, 17-я воздушные армии, 5-я танковая. 14 армий, более миллиона солдат, дала страна фронту, неимоверным напряжением сил, отказывая себе во всем. Страна, не пожелавшая встать на колени. ПЕСНЯ 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 ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Фон Манштейну не удалось вытащить армию Паулюса в рамках спасательной операции «Винтергевиттер». На этот раз удача изменила ему. Бронетанковая армия фон Готта из группы Армейдон была уничтожена. Четвертый воздушный флот Вольфрама фон Рихдофена не смог организовать снабжение по воздуху. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ До этого дня они знали только вкус победы в солнечной податливой Европе. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, перешли в наступление против немецких... Плакада Ленинграда была прорвана в день празднования святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Ленинград вынес испытания, которые начались за 6 месяцев до Пёрл-Харбора и продолжались в течение 6 месяцев до оккупации Нормандии. За время блокады было разрушено 526 школ, 101 музей, 71 мост, более тысячи заводов, причинен ущерб на 80 миллиардов долларов, уничтожено миллион жизней. 900 дней блокады, самая долгая блокада, которую когда-либо выдерживал крупный город, закончилась. Войтесса Ольга Абергольц записала в эти дни в своем дневнике. Из смерти и пепла поднялся Бог, как и прежде. Я твердо верю в чудеса. Ты дал мне эту веру, мой ленинград. Но Ленинграду предстояло бороться еще не один год. Еще предстояли жертвы, потери близких и друзей. До конца войны было еще далеко.